Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня я расскажу об очень интересном секретном джедайском знании по поводу Америки. Речь идет о взаимоотношениях между покупателем, продавцом или покупателем и магазинами. В Америке существует замечательнейшее правило, что вы можете вернуть любой купленный товар без объяснения причины, почему вы его возвращаете. Поэтому те, кто из наших соотечественников живут достаточно долгое время в США, да и, собственно говоря, сами американцы, они все вот эти вот чеки, которые они в течение всего месяца набирают, они все аккуратненько кладут в папочку и, соответственно, держат под сукном. Для чего это делается? Первое. Если вам в течение месяца что-то вашей покупки не понравилось, вы можете спокойно принести ее в магазин в любой момент абсолютно, положить на стол вот все, что вы взяли, весь комплект в упаковке и сказать, сори, мне эта вещь не нужна. Магазин обязан вам вернуть денежку сразу же. Это прямо вот закон де-факто и де-юра. Есть, правда, небольшие ограничения. Если вы берете электронику, то возврат электроники, как там фотоаппарат, какие-то там ноутбуки, планшеты или еще что-то, может быть ограниченный срок возврата две недели. Ну и наконец самое большое ограничение, это может быть какие-то магазинчики небольшие, где продается какая-то техника бывшего употребления или уцененка или еще что-то. Там, конечно, срок возврата будет еще меньше, как правило, недели. Ну и наконец есть случаи, но их крайне мало, когда товар возврат не подлежит, но это касается каких-то распродаж. Например, если вы покупаете какие-то вещи, одежду в магазине Диллардс Клиренс, куда свозят вещи с распродаж со всего Диллардса, то там специально пишут, ребята, сори, вы товар купили, цена финальная, возврату товар не подлежит. Но это, скорее всего, исключение. Теперь самое интересное здание. Этим законом вовсю пользуются люди, которые ушлые. Ну, в основном, конечно, это используют те люди, которые, ну, малобюджетные и, соответственно, у них нет денег. Что они делают? Они, к примеру, берут там женскую обувь, в течение месяца в этой обуви ходят, в конце месяца обувь приносят, сдают, торжественно получают деньги, покупают следующую пару, носят ее, потом опять приносят, торжественно сдают и, соответственно, опять получают деньги. Конечно, по такой схеме злоупотреблять нельзя, потому что спустя пару-тройку месяцев вас там уже будут хорошо знать и в конечном счете, рано или поздно, вам менеджер придет специальный супервизор и скажет, сори, но вы в черном списке и больше мы вам не можем, соответственно, таким образом вещи вернуть. Я просто на эту тему разговаривал с некоторыми эмигрантами, которые здесь живут, вот, в Америке по скайпу, там, по переписке, вот, чьи истории многочисленные слышал. Дело даже доходило до, ну, совершенно анекдотических ситуаций в стилистике Остапа Бендера и Золотого Теленка, когда некая дама летела на свою историческую родину, купила дорогостоящие наряды, чуть ли не меховые, походила там в течение месяца на своей исторической родине, блеснув там и произведя фурор, потом вернулась в Америку, благо все чеки и все вот эти вот бирочки были сохранены и торжественно все свои наряды отнесла обратно в магазин, сказал, что не подходит ей по размеру, не подходит. Магазин все это дело принял назад, денежку выдал, но крупную карточку со скитками аннулировал, вот, чтобы впредь неповадно было такие вещи делать. Вот такие истории сплошь и рядом есть, то есть наши соотечественники-эмигранты такой темой пользуются. Вот, ну а на самом деле все это сделано для того, что если у вас какие-то действительно возникают конкретные проблемы с оборудованием вашим товаром, вы реально можете это купить. Кстати говоря, сами американцы тоже активно этой темой пользуются, вот, в последнее время все больше и больше, потому что, ну, все-таки кризис ощущается, доходов у людей все-таки меньше, чем 10 или 15 лет назад, люди стали денежку считать. Вот, например, сейчас будет Хэллоуин, значит, люди сейчас пойдут в магазины, напокупают всяких разных нарядов там себе, еще что-то напокупают, а потом, торжественно, после Хэллоуина все это обратно отнесут в магазин. В некоторых магазинах, конечно, есть жесткое правило, значит, вот эти вот карнавальные костюмы назад не сдавать, потому что вы все-таки носили и так далее, но какие-то резиновые вещи, какие-то элементы декора назад все-таки народ понесет. Я вот разговаривал с одним знакомым из Аризоны, у них там есть магазин 99 cents. Там прямо четко написано, что товар вы можете сдать, но деньги вы назад не получите, вы можете на эту тему купить, вот на эту сумму, которую вам должны будут вернуть, какие-то другие вещи. Поэтому, скорее всего, как мне это сказал, сейчас местная публика в этом 99 cents закупится к Хэллоуину, Хэллоуин отметит, потом отнесет назад все эти вещи, им распечатают бумажку с той суммы, которая подлежит возврату, и на вот эту сумму они там купят себе каких-то прохладнительных напитков, закусок и чего-нибудь для дома необходимого. Вот на этой славной ноте позвольте завершить видео. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Если вам мой канал понравился, рекламируйте его на своих социальных сетях, рассказывайте своим друзьям. Хорошего дня, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова